Его бластер неудержимо стрелялся плазмой, прожигая сквозные дыры внутри безоформенных тел пришельцев, похожие на кусочки желе, только наделенные интеллектом. Все это сопровождалось криками гуманоидов, сравнимые по звучанию с визгом голодного поросенка. Он вспомнил старую свиноферму и по его щеке прокатилась слеза, но это не сломило твердости его убеждений, ведь пришельцы всегда были и будут виноваты во всех злодеяниях против рода людского. С глубокой солидарностью бластер плевался во всех направлениях, приводя в бегство даже самых матерых и кровожадных ублюдков. Земля насквозь пропиталась зеленым дерьмом пришельцев. Его было настолько много, в результате чего образовалась дымка, и все происходящее сливалось в огромное зеленое пятно. Из-под земли высунулась голова инопланетянина, играя с лазерным прицелом его бластера и через секунду уже разлеталась в разные стороны. «Только не в мою смену!» — сказал сквозь зубы сержант и плюнул куда-то внутрь своего скафандра. «Только не в мою смену!»